Приветствую коллеги, это аналитика валютных рынков и торговой идеи от компании Тикмил и сами я Артур Идиатуллин. В среду у нас появились первые признаки стабилизации после двухдневной коррекции, которая у нас началась. В начале этой недели, я напомню, у нас фондовые индексы США, в частности техсектор, в нем началось падение, быстро там начали сбрасывать позиции и паникает пожар, он распространялся. На все остальные рынки продолжалось это два дня, сегодня мы видим более-менее ситуация стабилизируется, европейские рынки у нас выбрались в положительную территорию, однако вот по комплексу американских фьючерсов мы видим, что дискомфорт у нас остается перед выпуском, перед релизом очень важного отчета по потребительской инфляции в США за апрель. Валютный рынок в целом сегодня выглядит спокойным, доллар у нас получает поддержку, за счет того, что на американских рынках у нас остается слабость, но после пробоя диапазона, получается 10 мая, доллар ушел ниже, но также можно заметить, что он не смог еще уйти выше вот этой отметки. Если мы видим, что пробоя происходит, доллар уходит выше, можно говорить о воздновлении положительной тенденции, пока что основная тенденция остается негативной, да и в принципе у нас фундаментал по американскому доллару сейчас складывается довольно-таки медвежий. Один из главных поводов продавать это ухудшение перспектив реальной доходности в США, я напомню, у нас вышел очень слабый апрельский отчет Non-Farm Payrose, который укрепил ФРС в своем убеждении, в своей политике низких ставок, снизилась вероятность того, что начнется раннее ужесточение политики и вкупе с тем, что у нас есть значительный рост инфляции в США, это привело все к тому, что у нас продолжилось движение вверх инфляционных ожиданий. Можно видеть, что после выхода отчета Non-Farm Payrose у нас произошел еще один такой дополнительный скачок и инфляция забралась у нас ожидаемая на новый максимум 2.53%. В общем усиливается у нас сейчас инфляция в США, точнее инфляционные ожидания. Главными источниками инфляции является в первую очередь оплата труда в США, которая растет очень сильными темпами. Если мы посмотрим с вами, что у нас произошло по оплате труда, давайте посмотрим. У нас вышли данные, кажется, да, мы смотрим с вами отчет Non-Farm Payrose, значит, вышел он у нас 7 апреля, давайте посмотрим, какие там данные были. Собственно, почему мы с вами исследуем этот отчет, потому что также там есть показатель роста оплаты труда, на него часто обращать внимание ФРС. И вот, собственно, мы можем увидеть с вами, что в апреле, в апреле у нас оплата труда в месячном выражении, она увеличилась на 0,7%, прогноз составлял 0%. Все это происходит потому, что у нас наблюдается дефицит работников сейчас в США, там даже такие абсурдные отчеты появляются, что людям предлагают аванс какой-то, да, в какую-то сумму, чтобы они вышли на работу, чтобы они устраивались, начинали работать. Собственно, поэтому слабый рост рабочих мест у нас мог появиться из-за того, что у нас не хватает сейчас работников. То есть, вакансии вроде бы есть, да, спрос на труд есть, а вот предложения хромают. Часто это происходит из-за щедрых пособий, сильной социальной поддержки, вот этих пандемических выплат и так далее, которые демотивируют сейчас работников возвращаться на работу. Они и так хорошо получают, сидя дома и смотря на телевизор. Поэтому, поэтому, вот по этому показателю, вот по этому показателю рост оплаты труда, мы с вами видим, что так как у нас оплата труда, инфляция зарплат является, так говорить, прекурсором потребительской инфляции. То есть, сначала здесь происходит инфляция, а потом у нас происходит инфляция в потребительских ценах. Вот такое вот значение говорит о том, что у нас инфляционное давление на фронте зарплат очень сильно есть в США. Потом второй момент, второй источник инфляции, это у нас commodities, это у нас сырьевой рынок. Если мы с вами посмотрим на индекс цен commodities от Bloomberg, он включается 23 товара, сырья, 23 сырьевых товара. Можно видеть, что с апреля начались уже совсем неприличные темпы роста. Вот здесь вот такое измедление, потом вот такой вот резкий рывок. А сейчас это значение у нас находится на пике, пике, пике кажется 10 лет. Вот такое же значение было что-то в 11 что ли году. В общем, вот можно видеть, что вот здесь сильно росла товарная инфляция, а здесь еще сильный скачок произошел. И, конечно, такой вот неприличный темп роста подсказывает нам, что будет у нас какая-то коррекция. Она все-таки даст на себя знать, она произойдет в ближайшее время. На это, кстати, указывает и глава хатч-фонда ARK, который недавно заявил, что очень сильно может пострадать те, кто сейчас покупает, делать ставку на продолжение роста на товарных рынках, потому что он может у нас скорректироваться. И так как вместе с товарным рынком у нас росли и некоторые товарные валюты, в частности, австралийский доллар и канадский доллар, по ним сейчас складывается интересная ситуация. С точки зрения перспектив коррекции, вот можно открыть, в частности, канадский парус USDCAD, доллар, с учетом того, что у нас назревает риск коррекции на товарных рынках, да, сдутие там должно быть, которое, по идее, должно тянуть с товарной валюты. У нас еще и техническая картина по канадскому доллару складывается вот тоже такая интересная. Мы можем видеть, что сейчас он на минимуме с 2017 года, очень сильно он снижался, судя по RCI, в последнее время, который вышел также на экстремальный уровень. Это у нас тоже минимум за много-много-много лет, если мы провожим, можем видеть тоже где-то вот здесь, в 2017 году, было у нас такое значение RCI. Вот. И с фундаментальной точки зрения, и с технической точки зрения, у нас назревает риск коррекции. Сейчас мы отрабатываем, возможно, последние стадии моментума, где у нас канадский доллар укрепляется. Ну, на мой взгляд, все-таки последует такая история, что будет отскок, и мы, вот подобно ситуации, которая вот здесь возникла, да, технически, где был отскок, мы также будем вылезать отсюда. И подоспеет как раз-таки к этому моменту у нас коррекция на товарных рынках, которые позволят все-таки опаре доллар-канадский доллар отскочить вверх от, наверное, психологически важного уровня вот этого 1.20. Скорее всего, мы до него дотянемся, будет какой-то там нужный пробой, и мы выйдем выше. Поэтому, кто нетерпелив, уже могут сейчас длинные позиции набирать по канадскому доллару, кто-то может все-таки потерпеть, дождаться прям идеальной точки входа, которая, скорее всего, будет находиться ниже 1.20, потому что постепенно назревает у нас риск коррекции на товарных рынках, когда-то можно иметь в виду, не может так беспрепятственно и высоко забираться дальше товарные рынки, потому что все это упирается, прежде всего, в производственные цены, это, прежде всего, упирается в спрос потребителей. Если потребители у нас показывают, дают сигнал, что все, они больше не могут терпеть в высшение цен, да, тогда сразу же по всей производственной цепочке эта волна прокатывается, и в итоге падает спрос на комодис. Когда это у нас происходит, мы, как бы, видим, мы, ну, должны, скорее всего, увидеть какой-то откат, да, на рынке сырья. Вот, это нужно иметь, собственно, в виду сейчас по товарному рынку и по товарным валютам. Сегодня главный отчет у нас инфляция в США, значит, 0,3% нас ожидается по месячные-месячные изменения, 3,6% ожидается у нас годовое выражение, однако, учитывая коррекцию на фондовых рынках, которая произошла у нас, очень сильное было снижение, и упоминалось, что рынок снижается именно на рисках инфляции, усиления инфляции. Вполне, вполне возможно, мы увидим 4%, и рынок это не заметит. Там мы не видим ничего, никакой экстратинарной реакции рынков на даже рост в 4%. Вот, на мой взгляд, значит, сохранится давление у нас на американский доллар, несмотря на то, что он сейчас скорректируется, потому что у нас, как я уже сказал, реальная продавательная ставка в США, она все равно негативно сейчас развивается для американского доллара, ФРС у нас держит ставки на низком уровне, растет инфляция, реальная ставка падает, поэтому все менее-менее позитивным является американский доллар, американские активы, которые предлагают фиксированную доходность, то есть банды. Вот, но сегодня нас ожидается также выступление вице-президента Квариды Ричарда, представителя ФРС, он, скорее всего, подтвердит сегодня установку на длительное смягчение кредитных условий. Опять же, это последствия для реальной ставки. По европейской валюте и по фунту мы также видим продолжение то, что вот коррекция, да, которая сейчас вызвана коррекцией доллара прежде всего, но можно то же самое сказать и про фунт, где у нас также был очень сильный взлет. Вот здесь мы добрались до уровня 1,42, затем вот последовало 1,41, ну чуть выше получая, затем последовало откат необходимый, да, после роста. Мы ждем больше данных по британской экономике, чтобы понять, естественно ли Банк Англии у нас собирается раньше начинать выжесточение кредитных условий, сворачивать КУЕ, поэтому пока мы ждем завершения коррекции по, обычной коррекции по американскому доллару, затем рассматриваем продажу доллара по вот этому фундаменталу, который сейчас есть. Это он прежде всего основан на том, куда движется реальная акцентная ставка в США. Вот, это все, о чем я вам сегодня хотел рассказать. Если вы оставите какие-то вопросы или комментарии, вы можете оставить их под видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться, если хотите увидеть новые выпуски этого обзора. А на этом я завершаю свой обзор. Всего доброго, торгуйте профит.